Доброе утро! Рада вас приветствовать на нашем очередном цикле лекций третья дуа из Кур'ана. Хвала Аллаху, мы сегодня с вами заучим такое дуа, которое важно в прорешении у Аллаха об исцелении долгой болезни или долгого испытания. Это дуа из 21 суры 83 аяда, суры Аль-Анбия, Аль-Анбия, пророки. Это дуа, дуа Айуба, одного из наших пророков, мир ему. Дуа звучит следующим образом. Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты – милосернейший из милосердных. Я думаю, что все знакомы с испытанием Айуба, алейсалям. Этот аят, как мы видели, оно немножко длинное, и начало начинается. Помяни также Айуба, то есть Аллах субханатааля обращается к пророку Мухаммаду, саляллаху алейсалям, и говорит ему, помяни также Айуба, по Евангелию, по Библии сказано, что это Иоба, Айуб, алейсалям, который возвал к своему Господу и попросил у Аллаха, что воистину меня коснулось зло, а ведь ты – милосернейший из милосердных. Всевышний Аллах субханатааля упоминает об Айубе, алейсалям, об испытаниях, которые постигли его имущество, детей, даже его тело. Ведь он обладал верховыми животными. У него был скот, посевами, множеством детей и уютными домами. То есть у него были дворцы. И он был испытан потери всего этого, а затем был испытан своим собственным телом. Говорят, что его постигла проказа, и не осталось ни одного здорового кусочка тела, кроме сердца и языка, которыми он поминал Аллаха. Болезнь Айуба, алейсалям, затянулась настолько, что его друзья и товарищи почувствовали к нему отвращение. И покинули его. Все люди отвернулись от Айуба, и не осталось никого, кто жалел бы Айуба, кроме как его жены. То есть одна жена, которая заботилась о нём. Она приходила к нему, ухаживая за ним, помогая ему. Но через некоторое время обеднела настолько, что ей пришлось прислуживать людям за плату, чтобы кормить и содержать мужа. История этого пророка начинается с того, как мы уже поняли, у него были огромные дворцы, и жёны, и дети, огромное количество хозяйства. Аллах отобрал это всё. Мы знаем, что самые сильные испытания проходили наши пророки, наши любимые пророки, мир над ними. А затем Аллах даровал ему болезнь проказы. Он был прокажённый. Его проказа не уходило огромное количество лет. Сказано по некоторым ревоятам, что около 18 лет. Потому что он не просил у Аллаха шифа. Он просто терпел и жил. Он знал, что это испытание от Аллаха, от Всевышнего Господа. И начали его друзья и родственники говорить, ну какой же ты пророк. Если бы Аллах тебя любил, ты бы не заболел. Вот ты болеешь, у тебя и дом, дома нет, и дети померли, и все отвернулись. Мы подобное сейчас тоже наблюдаем. Бывает так, что если у брата или у сестры, по вере, какое-то испытание, сразу говорят, ну, наверное, с этим человеком что-то не то. Наверное, он грешник. Наверное, он что-то совершил, что Аллаху это не понравилось. Аллах его наказал. То есть начинаются вот такие немножко разговоры. Отворачиваются, отделяют от чего-то, отделяют, отстраняют. На самом деле мы знаем, что все испытания от Аллаха Субхануа Тааля. Аллах испытывает нас по-разному. Даже самого лучшего, одного из самых наилучших людей этого мира и Ахирата, один из которых будет в раю Альфердаус, в самых высших сотых раях рая, Айюб, алисалям, был испытан вот такими испытаниями. Аллах лишил богатства, имущества и детей, и жен, а также даровал болезнь. Представьте, если все тело в язвах, в ранах, и мы живем в таком положении годами, 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 и оно не заканчивается, Аллах не дает исцеления. Альхамдуллях, у него была такая праведная жена, которая ухаживала. Вот когда она обеднела и начала прислуживать людям, чтобы помочь мужу, дать ему еды, покормить, напоить, когда он это увидел, что она начала прислуживать людям, вот тогда он решил прибегнуть в дуа, помолиться Аллаху. Вот только тогда, на протяжении 18 лет, он решил делать это дуа, попросить у Аллаха шифа исцеления. А до этого он не просил, потому что ему было, если я сейчас не ошибаюсь, захватил около 70 лет, и он говорил, сколько лет я жил не болея. Да, он не болел. То есть сколько лет я жил здоровым, я не болел, у меня всё было. Мне нужно ещё столько же прожить, чтобы попросить у Аллаха дуа, чтобы проявить какое-то недовольство. Поэтому он считал, что 18 лет для него это мало, потому что он прожил намного больше лет в этой жизни, будучи здоровым, будучи в достатке, будучи сытым и так далее. В достоверном хадисе, сказанное посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, сказал, самые сильные испытания среди людей выпадают на долю пророков. А потом на праведников. И так далее в соответствии с их праведностью. В другом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, сказал, человек получает испытания в соответствии с его верой, с его иманом. Если его вера крепка, то он получит больше испытаний. Это сказано от Термизии, и Бенмаджа. И Ахмад, и Бенхиббан, и Аль-Хаким. Аллах Акбар. Если на данный момент у вас есть какие-то испытания, и ваши испытания, если хуже, чем у других, больше, чем у других, то, знаете, значит, вы более близки к Аллаху. значит, вы на том этапе, который Аллах дарует и знает, что вы выдержите это испытание, что ваша вера крепка. Аллах дает испытания в соответствии с иманом. Если иман слабый, если человек не выдержит такого испытания, то Аллах не дарует. У некоторых людей в принципе испытаний нет. Живут прекрасно, смотришь, всё прекрасно. А если человека постигает какое-то испытание, думают, вот у этого человека столько испытаний, наверное, Аллах его не любит. начинаются такие рассуждения. На самом деле мы по хадисам, по аятам видим и по истории наших любимых пророков и праведников, что Аллах испытывал их больше, потому что Аллах их любит больше. Аллах испытывает для того, чтобы понять, насколько у нас выдержит наш собр, наш иман. Будем ли мы благодарить Аллаха после этих испытаний, аль-хамду-ли-ля. Да, хвала Аллаху Всевышнему Господу миров. А сейчас огромное испытание испытывают мусульмане в тех странах, городах, где войны идут. И война, и мобилизация, и санкции в Палестине, и Газии, и Сомали, и Камбоджи, и так далее, Нигири, в Украине, в России. Все наши братья-мусульмане, сёстры-мусульмане страдают. Значит, Аллах, Субханаталя, неспроста неспослал эти испытания. Значит, у наших братьев и сестёр по вере вера крепка. И в этом положении наши братья и сёстры что говорят? Хаспи Аллах. Достаточно нам Аллаха. Аллах, Субханаталя, дарует это испытание, чтобы завести свой рай. Рай заработать нелегко, как мы уже знаем. И таким образом, Аюб, алейсалям, когда после того, как увидел, что жена начала прислуживать для того, чтобы помочь ему, попросил дуа Поистине я коснулся, ой, поистине меня коснулся вред или зло. Меня коснулось зло. А ведь ты милосернейший из милосердных. То есть такое хорошее слово, он употребил самый милосернейший из милосердных. А не просто милосердный, не просто арухим. Он сказал, ведь ты милосернейший из милосердных. И после этого Аллах, субханаталя, что сделал? Конечно же, принял его мольбу. Аллах, дарующий мольбу. Аллах, самим, дуа, Аллах, слышащий мольбу. Он даровал ему не только исцеление, он даровал молодость ему и его жене и вернул всех детей и вернул всё его богатство, все его дворцы, всё его хозяйство. Аллаху Акбар. Это было временное испытание на протяжении 18 лет. Субханаллах. Если нас касается испытания год, два, три, мы начинаем проявлять недовольство, начинаем думать, Аллах меня, возможно, не так любит, как ту сестру. Вот я, читая Коран, запинаясь, а другая сестра читает лучше. Наверное, Аллах меня не любит. Наверное, я такая плохая и так далее. То есть, начинаются какие-то наущения, недовольства. Аллах, спонталя, нас испытывает хавати, дорогие сёстры. Аль-хамду-ли-ляхи-рабля-ля-мин. Иншаллах, проявляйте терпение, проявляйте благодарность. Не думайте о плохом, думайте о том, что Аллах вас любит, поэтому Аллах не спасает испытания. И просим Аллаха исцелить и даровать облегчение. То есть, это дуа можно использовать как и от долгой болезни, так же от долгих испытаний, которые нас постигают. Давайте, иншалла, несколько раз повторим. АНИ поистине МАССАНИЯ АНИ МАССАНИЯ ДУРРУ Здесь вот важно соединить вот эти два слова. АТИЯ ИСФАТХАЙ ПЕРИТИНА ДОТУ ДВАЙВАЯ ВАЭНТА АРХАМУ РАХИМИН ИСЩАРАССА АННИМАССАНИЯ ДУРРУ ВАЭНТА АРХАМУ РАХИМИН АННИМАССАНИЯ ДУРРУ ВАЭНТА АРХАМУ РАХИМИН ВОИСТИНУ МЕНЯ КОСНУЛОСЬ ЗЛО А ВИТЬ ТЫ МИЛОСЕРНЕЙШИЙ ИЗ МИЛОСЕРНЫХ АЛЛАХУМА ААМИН ПУСТЬ АЛЛАХ СУБАНОТАЛЬЯ ОБЛЕХЧИТ КАЖДАЙ ИЗ ВАС КАЖДАЙ ИЗ НАШИХ СЕСТЁР И БРАТЬЯВ ПО ВЕРЫ АЛЛАХУМА ААМИН ДОРОГИЕ СЕСТРА ВА БАРАКА ЛАХУ ВИКУНА АСССАЛЯМ УАЛ САЛЯМУ АЛЕКУННА ВАРАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРАКАТУ АЛЕКУМ АСССАЛЯМу РАХМАТУЛАХИ ВАРАКАТУ ЖАЗАКИЛАХВА БАРКАЛ, ДОРОГИЕ СЕСТРА ИЗМУ ПОยЕ ВАСССАЛЯМУ